Всем огромный привет! Сегодня я решила с вами поделиться с моими и заказами, и покупками различными, которые я совершала в магазинах. И это видео, наверное, будет такое более на расслабленной ноте, типа а-ля влог с покупочками, с различными, да? Тут будет и косметика, и не косметика, и также палеточка, о которой я вам уже пару видео тому назад рассказывала. Поговорила, что купила себе палетку, и наконец-то я ее сегодня вам покажу. С чего бы начать, думаю. Давайте, наверное, начнем с ТК Макс. В прошлом влоговом видео я вам показывала, то есть ходила по магазинам, БТМ была, показывала вам новинки от Essence и Catrice из линейки Принцесса, и также сказала, что пойду в ТК Макс. Я была в ТК Макс, конечно же, но там ничего интересного из косметического не было. А то, что я купила, это уже не косметическое, и сейчас вам покажу, что я купила. Ну, снимать уже не стала, это, я думала, не так интересно. Начнем, наверное, с того, что находится на моих ушках. Я себе купила очередные вот такие вот серьги. Они вроде как называются хоп, маленькие. Это позолоченное серебро. Марка вот таким вот образом называется. И хорошая цена была на эти серьги. За 12,99 я купила их. То есть 13 евро. Вот. Серьги мне очень нравятся. Такие аккуратные, красивые. Можно будет и на работу носить. Вот. Это первое, что я купила в ТК Макс. И следующая практически рандомная покупка, потому что я даже не примеряла. Это будет шемпер. Я его не примеряла. Просто увидела цену и увидела форму именно самой кофточки. И сразу купила, не задумываясь. Помните? Ну, кто смотрел последний Get Ready Me. Я вам показывала и рассказывала про эту кофточку. Которая просто согревает меня. В ней мне никогда не холодно. И несмотря на то, что здесь вообще нет ни капельки шерсти. Все искусственное. Очень-очень теплая кофта. И я подумала, что вот эта кофта, которую я сейчас вам покажу, она от той же марки, возможно. Да. Нет. Не от той же марки. Представляете? Я думала, это одна и та же марка. Это значит Pull&Bear. Предыдущая кофточка. А это Pacific Republic называется кофта. Вот. Смотрите, какого нежного, лимонного... Не лимонного, господи. Нежного такой... Нежной зелени оттенков. Видите? Она настолько мягкая. Я ее уже примеряла. Не в такая Макса, когда уже домой приехала. Она абсолютно не колючая, в отличие от этой. Потому что с этой кофточкой мне обязательно нужно вниз надевать какую-то маечку с рукавчиком. Чтобы мне не кололось. Так как я очень чувствительна к таким кофтам. Это абсолютно не колется. Поэтому вот с такими вот маечками можно будет носить ее. Так что мне кофточка безумно-безумно понравилась. И я думаю, что она не менее будет теплой, как и предыдущая. Давайте теперь, наверное, перейдем к заказу Зара. Сделал небольшой заказ. Всего две позиции будет. После долгого такого перерыва. Помните, я рассказывала историю Зары, что мне не вернули деньги. Вещи отправила, а деньги мне не вернули. Где-то затерялось или не знаю что. Короче, не хочу это вспоминать. Во-первых. Потому что это не очень приятная история. Ну и во-вторых. По идее, не особо интересно. Так вот. Сделала заказ. Купила себе куртку. Не стала сейчас приносить. Она такого оливкового цвета. Здесь картинку вставлю, как смотрится на модели. И вот как-нибудь в каких-нибудь влоговых видео я вам покажу, как эта куртка смотрится на мне. Тоже зеленого оттенка. Ну вы поняли, да? Что я в последнее время и палетки покупала в зеленой гамме. И сводчи вот буквально недавно вам показывала в облоге зеленая палетка. Вот две очки. Смотрите. Короче, вся в зеленой теме, можно сказать. И сейчас вот в зеленой маечке нахожусь. И макияж зеленый. Вот. Купила вот такую вот копточку. Ну она такая очень крутая. В жизни мне еще больше нравится. И на модели классно смотрится. Вот. И второе, что я себе приобрела. Давно-давно хотела попробовать этот парфюм. Парфюм из мужской линейки. Почему именно его? Потому что все девушки хвалили этот парфюм именно для нас, девушек. Да? Потому что действительно, когда я понюхала, когда я получила посылку, понюхала, впервые набрызгала этот парфюм. Сразу поняла, что я бы не могла, ну, понимать этот аромат на моем муже, допустим. Он очень-очень сладкий. Отдала я за этот парфюм 12 евро 95 центов. Вот оно. Вот, смотрите, какой вклакончик. Ну, мужской, да, стиль. Называется, кстати, Sarah Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Мне нравится упаковка, темное такое стекло. Классно. Что хочу сказать про этот аромат? Давайте я вспомню его. На себя немножко. Он очень сладкий. Действительно, я бы не могла понять, ну, не поняла бы, наверное, на мужчине этот аромат. Хотя, с другой стороны, кожа мужчин же отличается от нашей. Возможно, на них это немножко по-другому раскрывается. Аромат мне понравился. По 10-ти бальной шкале я бы, наверное, дала 8. И не всем этот аромат подойдет, потому что он очень-очень сладкий, девочки. Очень сладкий. И мне напоминает аромат какого-то коктейля. Аромат коктейля. Но здесь я не ощущаю прям алкоголь. Но вот это действительно такой сладкий коктейль. Знаете, есть такие бейлис, допустим, кремовые, да? Как они называются? Это... Я забыла. Бейлис, это что у нас? Это не коктейль. Ну, вы понимаете приблизительно, о чем я говорю. Так вот, что-то такое с бейлисом перемешанное. Что за сладкое вообще? Просто невероятный аромат. Но он очень нестойкий. Я его перестаю на себе ощущать уже где-то через полтора часа. Но мне нравится то, что с этого парфюма можно будет отливать в маленький дозатр. У меня есть, покупала я себе. У меня две штучки их. И могу носить с собой этот аромат и постоянно обновлять. Действительно, он очень-очень слабенький, нестойкий. Но мне нравится то, что я смогу отливать, потому что парфюмы от Ифраши, к сожалению, невозможно отливать. Вот эти парфюмы. Не только эти, и другой парфюм тоже есть у меня. От них я не могу себе в этот маленький флакончик дозировать и с собой носить, к сожалению. А здесь я могу это делать, поэтому с удовольствием буду обновлять течение дня. Мне кажется, вот этот вот флакончик, который маленький там, я его за один день, мне кажется, израсходую. Потому что действительно обновлять нужно каждые полтора часа. Либо просто на мне это... Либо просто я привыкаю к этому аромату и не ощущаю. Возможно, некоторые другие будут ощущать. Я не знаю, не могу точно сказать. Но, тем не менее, я безумно рада, что попробовала этот аромат. Действительно классные девочки. Если вам подходят парфюмы, о которых я говорю, и вы покупаете, то, возможно, вам это тоже понравится. Я не скажу, что прям вау, хотела бы еще раз купить. А кто знает, может, через некоторое время захочу еще купить, повторить, да? Но, говорю же, по десятипальной шкале. 8. Так, покупки из магазинов. Покупки из магазинов. Что я купила просто рандомно. Я не знаю, почему меня этот оттенок привлек. Лак. Купила себе лак, как будто у меня их вообще нет. Привлек мне вот этот вот оттенок. Сейчас он у меня находится на моих ногтях в два слоя. Эссенс называется 12 Thank Godness. Здесь камера сфокусируется, и вы сможете увидеть. Очень красивый оттенок, конечно. Я не знаю, просто захотелось купить и приобрела. Вот такой вот лак у меня теперь есть. И буквально сегодня я была в Кауфланд и увидела лимитку от Фа Гель. Душа, посмотрите, какая красота, девочки. Какая прелесть. Упаковка только чего стоит, да? Ну и, конечно же, аромат. И вы знаете, он мне напоминает, кто меня смотрит уже лет 5-6. Вы знаете, мой самый любимый аромат из серии Фа. Это с йогуртом. Миндаль там вроде как. Короче, йогурт как-то называется, я уже забыла. И напоминает мне этот аромат как раз-таки йогурт. Здесь написано, что это аромат ванили. Очень сладкий, приятный аромат, девочки. Обожаю такие запахи. Обалденно просто. Кстати, завтра же черная пятница, сегодня четверг. Я сегодня же выложу, надеюсь, что выложу. Я думаю, что выложу это видео с покупочками. Завтра черная пятница. Обязательно я хочу приобрести некоторые эфирные масла, 20% скидкой. Потом в ДМ некоторые позиции от Болея. Новинки вышли и тоже гели для души. Мне так хочется. Там упаковки такие классные. И ароматы вроде как. То, что мне нужно будет. Поэтому завтра будем с вами ходить. И, естественно, покупки все покажу, что я купила. Но это все завтра. Но я не знаю, что завтра выложу видео или нет. Посмотрим, как у меня настроение будет. Следующее, что я получила бесплатно с сайта eStyle, это вот такой вот знаменитый крем. Гель-крем, мне кажется, это должен быть. Да, Water Gel Cream называется. От Klairs. Обожаю марку Klairs. Здесь объем хороший, 70 миллилитров. Вот таким вот образом выглядит упаковочка. Очень мне нравится. Минималистично так. И оттенок такой интересный. Вроде серый, кремовый-серый такой. Здесь в составе основные ингредиенты. Зеленый чай и пантенол. Я думаю, что этот гель-крем больше, конечно, подойдет для комбинированной и жирной кожи. Но, тем не менее, надеюсь, мне тоже он понравится. Отзывов как-то я не смотрела на этот крем. Но, думаю, не разочарует. Я говорю же, очень-очень люблю. Марку Klairs. Что мне у них нравится, это линейка Suf Monster, мне кажется, называется. Обязательно картинку здесь ставлю. Крем я купила, большую версию крема. Там 80 миллилитров, мне кажется. Скоро буду, я думаю, этот крем вытаскивать уже. Потому что у меня заканчивается от Haruharu Wonder. Так как называется крем. Поэтому на замену надо будет что-то вытащить. Да, вот такой вот крем я получила. Ну и последнее, я думаю, что самое интересное. Это какую же палетку я купила. Какую же я купила. Ну, я думаю, что на заставке вы уже увидите. Это новинка. Лимитка, я думаю, да. Ну, 100% лимитка. Old school, как я вам уже напоминала. В одном из Get Ready With Me. Палеточка от Too Faced с городами. Christmas in London. Почему я решила приобрести эту палетку? В принципе, я хотела эту палетку вам показать уже с якобы, с Black Friday, с Черной Пятницы. Да, мне включить. Но, думаю, нет. Давайте сейчас покажу. Потому что с Black Friday, я думаю, и так будет достаточно покупок. То, что нужно вам будет показать. Вот. Поэтому, почему я ее купила? Потому что здесь в подарок идет тушь, которую я хотела попробовать. Помните, миниатюрка. И также мне понравилось, что здесь есть румяна. Тоже хотела давно попробовать формулу румян от Too Faced. Поэтому это была идеальная такая палетка. Идеальный набор для меня. 20% скидка приобрела. Обошлась она мне 31 евро с копейками. Вот. Смотрите. Тушь. Здесь вот сверху она лежала. Вот так вот. Значит, тушь. Я ее обязательно уже открою, когда у меня засохнет тушь от Catrice, которой я пользуюсь. И хочу попробовать именно эту. Давно-давно хотела. О, как круто. Сколько здесь миллилитров? Ну, небольшой. Ммм, 4,8 грамма. Обычно в тушах сколько? Около 10 же, да? Половина здесь. Нормально так. Посмотрим. Обязательно, конечно же, поделюсь своими впечатлениями об этой туши. Ну и сама палетка. Я просто в восторге, девочки. Я свочу не делаю, но я в восторге от упаковки. Сейчас открою, вам покажу. Мне еще палетка понравилась именно цветовой гаммой. И сама упаковка, чем она мне понравилась? В принципе, вроде ничего особенного. Но здесь рисунки, они выбиты, надеюсь. Камера показывает. То есть текстурное здесь все. И машинка так текстурно сделана. Вообще просто красота. Вы посмотрите, какая классная упаковка. Она вроде и большая, но не настолько большая. Невероятно красивое оформление. У меня сразу загорелось желание купить еще другие наборы. Именно с городами. Там есть набор с двумя палетками. Есть еще маленькие. Тоже в фотографию вставлю наборчик с тремя палеточками. Там тени и румяна. Тени и румяна. То есть три палетки получается. Но они меня не очень привлекают. Меня привлекают средние величины палетки. И это значит получается большая. О, только сейчас заметила. Здесь сердечко сзади. Получается вот эта вот самая большая. Потом есть среднего размера. Там по две палетки в наборе идет. И маленькие палетки. Там по три. Вот так вот. Такой набор. Давайте уже открою. Не буду вас томить. Боже, какие красивые оттенки. Просто красота. Вот. Так, немножко у вас ослепляет камера. Давайте вот так вот, наверное, покажу. Вы видите эту красоту. Обязательно будем делать с вами макияж с этой палеткой. Румяна тоже покажу на лице. Посмотрите, какие классные цвета. И сейчас сделаем свочи на все это. Я думаю, что камеру переверну, чтобы лучше было вам видно свочи. Потому что вот так вот показывать не очень удобно. Вот. Какая прелесть. Просто прелесть. Упаковка. Хочу, хочу. Теперь вот эти две. Но у них, ой, у нас они не представлены. В Дуглас я смотрела. В Сифоры я смотрела. Еще где-то смотрела на каком-то сайте. Не в европейском, я имею ввиду. Продаются эти палетки на официальном сайте. Вот. А с официального сайта я как-то не очень хочу заказывать. Потому что не знаешь, приедет она. Вообще доедет ко мне эта посылка или нет. Или где-нибудь таможен не застрянет. И все, я ее не получу никогда. Так что так. Давайте делать свочи. Придется все-таки вам вот в таком вот положении показывать свочи. Потому что когда я перевернула камеру, у меня фокус постоянно туда-сюда прыгал. И я не знаю, как настроить, чтобы он сконцентрировался на одном месте. Это нужно смотреть. И я не стала этого делать. Подумала, ладно, так покажу вам свочи на руке, как обычно. Начнем с верхнего ряда. К румяным перейдем в конце. Первые четыре оттенка. Вот они. Очень хорошая пигментация. Смотрите, какой белый пигментированный. И вот этот вот цвет тоже, видите? На пальчике он не кажется таким, да? Вот смотрите, какой пигмент. И вот этот безумно красивый оттенок. Шиммерный. Ну, в принципе, я от шиммера, конечно, ожидала у Too Faced. Ну, хорошие у меня такие ожидания были. Я надеюсь, что все они будут красивыми. Вот этот оттенок как будто бы слабоват. И он в рефиле тоже такой достаточно сильно пигментированный. Я заметила, что у Too Faced матовые достаточно хорошо спрессованных. Но не все. Тут очень такие шелковистые, матовые. И вот этот Butter My Biscuits, он действительно как масло, как написано Butter, как маслица набирается. Вот этот оттенок. Такие вот цвета. Вот этот цвет такой красивый. Вот такого оттенка у меня нет. Он уникальный. Он такой, знаете, холодный, лиловый, что ли. Серовато-лиловый. Очень красивый оттенок. Очень красивый оттенок. Так, этот цвет практически не увидите, потому что он светлый. Так. Как-то слабовато. Сиреневый такой. Давайте еще раз наберу. Нет, наслаивается хорошо. Я думаю, что с кисточкой будет лучше работать эти тени. Красота. Ну и последний оттенок из этого ряда. О-о-о. Такой стандартный цвет и шикарная пигментация. Так. Третий ряд. Тут уже побольше шиммеров. О-о-о. Красивый, розоватый. А, прелести. Очень-очень рада палеткой. Говорю, пока очень рада, но посвочим. Пока мне нравится и как выглядит она, сама палетка, да? Ой, какой красивый оттенок. Люблю такие цвета. Шиммер на все подвижное веко. Так. Еще два ряда осталось, и потом перейдем к румянам. Кто-то звонит в дверь почталью. Мне должна приехать одна посылка. Но я не ждала сегодня. Я думаю, что рано. На этой неделе жду эту посылку увидеть. Ой, этот вообще слабый оттенок. A Bay Shot. Наверное, только для вот этот оттенок. Наверное, только для припудривания будет цвет. Еще раз набрала. Вроде бы чуть-чуть передался. Он прям как будто бы точь-в-точь в оттенок моей кожи на руке. Не увейте, если даже буду наслаивать. Так. А этот что совсем слабый? Сатиновый. Вот этот вот. Ну и последний. Уф. Последний яркий. Ну, вижу, что здесь есть такие очень слабые цвета. Слишком много они добавили такие, знаете, под оттенок кожи. Что, думаю, немножко лишнее. Но, тем не менее, мне нравится. Мне нравится палетка. Очень довольна. Смотрите, какой зеленый. Какой красивый зеленый. Это пигмент, да? Красивый. На все подвижное век оттенок. А зелененький. Прелесть. Последний. Уф. Тоже классная пигментация. Так, давайте, как-нибудь я вам теперь покажу все цвета по очереди. Так. Главное, чтобы фокус держался. Вот он, цвет практически не виден вот здесь вот. Вот это очень красивое оттенок. Он уникальный. У меня таких оттенков вообще нет. И хорошая пигментация. А, нет, подождите, Илья про... Нет, я про этот говорила. Про этот. Ну, они чем-то похожи, да? Просто этот посветлее. Очень довольна палетка. Последние четыре оттенка вообще просто шикарные. Зеленый какой красивый. Вау. Вау, вау, вау. Прелесть. Прелесть палетка. Вот все оттенки. Сделала сочи. Давайте теперь посмотрим, какие румяна... Ой, какой нежный оттенок. Это первый цвет, это People's Princess. Такой более шиммерный. Остальные все матовые будут. Посмотрим, какие по качеству. Говорю же, очень хотела попробовать румяна от Too Faced. И здесь целых четыре штуки. Очень выгодная покупка, правда. Очень выгодная покупка. И мы сочи сделаем. А он будет такой, знаете, слегка сатиновый. Хотя достаточно яркий. Давайте все свочи сделаем, потом покажу вам поближе. Очень пигментированные. Налегке надо будет работать. И последний оттенок, наверное, больше подойдет для темненьких девушек, но тем не менее. С такими цветами можно тоже работать и преналовчиться. Набирать с кисточкой. Какой-нибудь легкой кисточкой. Так, не пропадает фокус. Вот такие оттенки. Это очень нежный, конечно. Красота, девочки. Давайте отсюда покажу. Наверное, получше будет. Прелесть. Просто прелесть. Прелесть. Упаковку еще раз покажу. Как он. Шикарно, да? Довольно покупкой до ужаса. Даже вот этот вот Дед Мороз, наверное, там, смотрите. Санта Клаус, да? Он тоже весь текстурный. Просто влюбилась в палетку. Я надеюсь, что качество теней тоже меня не разочарует. В принципе, у меня уже есть три палетки. Да, три палетки от Too Faced. Я ими довольна. Так что, еще одна в коллекции. И еще мне нравится то, что она очень тоненькая. Видите? Очень тоненькая. Вот, не фокусируется. Не фокусируется, девочка, потому что на улице темно. Темно сегодня. Несмотря на то, что где-то, наверное, 12 часов сейчас. Все, это были мои все покупки. На этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Взять и пишите, что вы думаете по поводу этой палетки. Возможно, кто-то купит на Черную Пятницу ее из вас. Действительно, хорошая, выгодная палетка получается. Вы получаете и тени, и румяна, и тушь в подарок еще. Во. С 20% скидкой чуть больше 30 евро будет стоить. 31, говорю, уже с копейками я заплатила. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok